МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...в стремительном изменении ситуации в некогда едином Советском Союзе. Но сообщения, но события минувших выходных побили, кажется, все рекорды не только своей стремительностью, но и весомостью происшедшего. Вот почему мы сочли необходимым фактически шаг за шагом проследить за развитием политических событий в минувшие часы. Итак, вчера, 8 декабря, в Бресте главы Беларуси, России и Украины, отмечая, я цитирую документ, что переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик, и что объективный процесс выхода республик из состава Союза СССР и образования независимых государств стал реальным фактом, а также возлагая ответственность на недальновидную политику Центра, которая, как указывается в документе, привела к глубокому экономическому и политическому кризису, к развалу производства и к катастрофическому понижению жизненного уровня практически всех слоев, стороны подписали соглашение об образовании сотрудничества независимых государств в составе трех названных республик, и оставили его открытым для всех государств, разделяющих цели и принципы достигнутого соглашения. Деятельность прежнего союза на территории нового Содружества представляется невозможной, а сам Союз СССР в документе объявляется прекратившим свое существование как субъект международного права и как геополитическая реальность. Столицей Содружества решено считать город Минск. Ввиду чрезвычайности создавшейся ситуации к Народным Союзом обратился Михаил Горбачев. Мы только что получили текст его заявления. Заявление это прозвучит буквально через несколько минут, но сейчас нам все-таки хотелось бы напомнить основные этапы происшедшего. Итак, сегодня в Москве первый вице-президент правительства России Геннадий Бурбулис и министр иностранных дел республики Андрей Козырев разъяснили советским и зарубежным журналистам существо подписанных руководителем Белоруссии, России и Украины документов. Мы, мне кажется, пытаемся по согласованию. Если можно, я эту общую... Как вы знаете, Верховный Совет Российской Федерации заканчивает сегодня клон людям в этой связи. В Минской встрече была предпринята попытка взглянуть на реальность так, как она есть на самом деле, устраняя затянувшуюся двусмысленность и лицемерие. Правовое и политическое было единодушное убеждение принято, что мы предпринимаем единственно возможный шаг, позволяющий выйти из этого тупика. Мы сумели договориться о едином денежном пространстве на период хозяйственной стабилизации, об открытости границ, одним словом, обо всем о том, что мучило, тревожило, беспокоило и население, и органы исполнительной власти последние полгода. Наш корреспондент сегодня встретился в Минске с председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем. Мы понимаем, что не отбросив нелогичные, ненужные и обременяющие людей структуры, нельзя построить новый союз. Но, по-моему, это не все понимают. И вот упражнения, вернее, я бы сказал так, аббревиатуры и все, что угодно меняются, а дельных подвижек нет. Мы пришли к выводу, что надо концептуально разобраться, какой союз мы в состоянии построить. Я вам скажу, я ехал вот на это совещание, мне казалось, что, ну, наверное, нельзя найти варианта, который бы соответствовал референдуму украинскому, волеизлиянию украинского народа. А, оказывается, он существует, он нас устраивает, он нам подсказывает, как дальше жить. Поэтому найден этот вариант, сформулировано все. Конечно, реализация этого дела непростой, во-первых, нужно проникнуться убеждением, что так хорошо. Мы прониклись этим убеждением, и я лично убежден, что я действую, ну, в интересах Белоруссии, в интересах белорусского народа. И все остальные убеждены, что это не противоречит интересам Украины, России и всем, кто к нам может присоединиться. Ведь у нас, обратите внимание, что есть республики, которые были советскими, социалистическими, но сейчас они считают, что они были принудительным образом сделаны субъектами федерации. А мы говорим, что они могут оставаться при этом своем мнении, и мы их приглашаем в другой союз, в другое, в содружество, независимое государство. И путь для них открыт. А в Киеве с журналистами сегодня встретился президент Украины Леонид Кравчук. Пресса, аккредитованная в Киеве, из его уст впервые услышала полный текст заявления руководителей трех государств и соглашения о создании Содружества независимых государств. Он подчеркнул, что этот документ соответствует всем правовым международным нормам, а также украинской декларации о независимости. Президент Украины, добавил Кравчук, действовал также в русле последних решений Верховного Совета Украины. И это был, пожалуй, тот первый шаг, который доказал преимущество президентской исполнительной власти. Важнейший документ был подписан быстро, без дополнительных консультаций и затяжных дискуссий. Оценивая атмосферу переговоров, Кравчук отметил единодушие участников, особенно на заключительном его этапе, когда все решалось без помех. Отвечая на вопрос, кто мог бы присоединиться к новому Содружеству, Леонид Кравчук назвал в первую очередь Казахстан, затем прибалтийские страны, не исключил Болгарию и любую другую страну Европы. И я думаю, сказал он, кто примкнет к нам, тот не пожалеет. Армения полностью поддерживает инициативу Российской Федерации, Украины и Беларуси и готова серьезно обсудить вопрос о присоединении к Содружеству независимых государств. Об этом заявил в Ереване президент Республики Леон Терпетросян. Агентство РИА передало, что президент России Борис Ельцин намерен выступить 12 декабря в Верховном Совете РСФС с информацией о состоявшейся в Республике Беларусь встрече лидеров России, Украины и Беларуси, в ходе которой было подписано, как известно, соглашение о создании Содружества независимых государств. Об этом сообщил российским парламентариям первый заместитель председателя Верховного Совета Российской Федерации Сергей Филатов. А тем временем в Кремле готовились к заседанию Госсовета, назначенному нас сегодня. К полудню стало известно, что еще до начала заседания там встретились президенты СССР Горбачев, России, Ельцин и Казахстана Назарбаев. Обсуждались документы, принятые вчера в Минске. Затем к трем президентам присоединились президенты Азербайджана Муталибов и Таджикистана Набиев. Шушкевич и Кравчук в Москву так и не прилетели. В связи с тем, что, как вам известно, состоялась встреча трех руководителей славянских республик Белоруссии, их совместную позицию представлял сегодня Борис Николаевич Ельцин. Встреча была достаточно продолжительная, примерно час-двадцать минут. Состоялся обстоятельный разговор. Борис Николаевич Ельцин изложил совместную позицию руководителей трех республик. Михаил Сергеевич Горбачев и Нурсултан Назарбаев его выслушали. Было задано большое количество вопросов, касающихся инициативы трех руководителей, связанных с предлагаемым характером того содружества, о котором они упоминают в этих документах. По итогам разговора было условлено, что этот документ, представляющий собой их видение дальнейшего развития событий в вопросе о будущем нашем государстве, будет направлен в качестве их позиции руководителям других республик, суверенных государств, в те парламенты, в которые к настоящему времени направлен и проект союзного договора, и где, по имеющейся информации, начата подготовка и работа над этим проектом. Президент СССР продолжает консультации по данным вопросам. Сегодня в течение дня у него состоятся дополнительные встречи с государственными, общественными деятелями. Можно ожидать, что он выскажется по тем вопросам, которые подняты в документах руководителей трехславянских республик, выступит со своим заявлением или даст какой-то другой форме свою оценку. После первой встречи в полдень с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил не оставаться на повторном заседании, которое было назначено, как известно, на два часа дня. Перед отлетом в Алмату Назарбаев дал пресс-конференцию для советских и иностранных журналистов. Президент Казахстана отвечал на вопросы корреспондентов уверенно и четко, хотя и выглядел несколько растерянным. По его словам, подписанное в Минске соглашение было неожиданным как для него, так и для Михаила Горбачева. Вообще, такие вещи, конечно, надо было бы решать согласованно, чтобы заранее республики знали. Парламент и республик, я думаю, выскажется за ту или другую позицию. Тогда, наверное, встает вопрос о созове съезда народных депутатов для окончательного решения. Нурсултан Назарбаев назвал пережитком средневековье любые межгосударственные образования по национально-этническому признаку. Он сказал, что Казахстан за сохранение тесных экономических отношений со всеми республиками. Трудное время можно пережить только сообща, и для этого нам необходим координирующий орган, который вполне может возглавить Горбачев. Его возможности еще далеко не исчерпаны. Скажите, вы не жалеете о том, что прилетели сюда, в Москву? Я жалею, что не состоялась встреча четырех, которая планировалась, на которые дали согласие все главы государств. Я жалею. Об этом жалею. Вот что же, события настолько бурно развиваются сейчас в нашей стране. Наверное, надо быть реалистом, и надо пытаться из любой ситуации, которая складывается, находить цивилизованные выходы, в общем-то, как это делают во всем цивилизованном мире. Вот я за это. Спасибо большое. Политика, как известно, самым тесным образом связана с экономикой. Отсюда и следующее известие. Проходившее в Москве заседание Совета главправительств членов экономического сообщества после почти часа работы было прервано. Тупиковая ситуация возникла при обсуждении вопроса о чрезвычайном бюджете Союза СССР на четвертый квартал будущего года. Группа народных депутатов Союза, в состав которой входят представители почти всех суверенных республик, выступила с инициативой созыва чрезвычайного съезда народных депутатов СССР. В соответствии с Конституцией Союза депутаты подготовили обращение к президенту и Верховному Совету СССР и организуют сбор подписей, поскольку для созыва съезда требуются подписи одной пятой состава депутатского корпуса Союза. Согласно поступившему к нам сообщению, демократическая партия России завтра намерена провести в Москве митинг, в обращении к которому говорится, 50 лет назад, одержав великую победу под Москвой, мы спасли нашу страну. Сегодня из-за безответственности и мелкого властолюбия политиков гибнет то, что было спасено народом в 41-м году ценой неимоверных жертв. Распад Союза, говорится в обращении к митингу, это крушение экономики, это остановка производства в уже полуголодной стране. Распад Союза это миллионы наших соотечественников, ставших иностранцами на своей родине. Распад Союза сегодня это распад России завтра. Распад Союза это страшный шаг к гражданской войне на территории ядерной сверхдержавы. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить распад Союза. Требуем от российских властей немедленного подписания союзного договора, говорится в обращении демократической партии России. А сейчас главная новость, это заявление президента СССР. 8 декабря 1991 года в Минске руководители Белоруссии, РСФСР и Украины заключили соглашение о создании Содружества независимых государств. Для меня, как президента страны, главным критерием оценки этого документа является то, насколько он отвечает интересам безопасности граждан, задачам преодоления нынешнего кризиса, сохранения государственности и продолжения демократических преобразований. Это соглашение имеет позитивные моменты. Участие в нем приняло украинское руководство, которое в последнее время не проявляло активности в договорном процессе. В документе подчеркивается необходимость создания единого экономического пространства, функционирующего на согласованных принципах, при единой валюте и финансово-банковской системе. Выражается готовность к сотрудничеству в области науки, образования, культуры и других сферах. Предлагается определенная формула взаимодействия в военно-стратегической области. Однако это документ такого значения, он настолько глубоко затрагивает интересы народов нашей страны, всего мирового сообщества, что требует всесторонней политической и правовой оценки. В любом случае для меня очевидно следующее. Соглашение прямо объявляет о прекращении существования Союза СССР. Безусловно, каждая республика имеет право выхода из Союза, но судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трех республик. Вопрос этот должен решаться только конституционным путем с участием всех суверенных государств с учетом воли их народов. Неправомерно и опасно также заявление о прекращении действия общесоюзных правовых норм, что может лишь усилить хаос и анархию в обществе. Вызывает недоумение скоропалительность появления документа. Он не был обсужден ни населением, ни Верховными Советами Республик, от имени которых подписан. Тем более это произошло в тот момент, когда в парламентах республик обсуждался проект договора о Союзе Суверенных Государств, разработанный Государственным Советом СССР. В создавшейся ситуации, по моему глубокому убеждению, необходимо, чтобы все Верховные Советы Республик и Верховный Совет СССР обсудили как проект договора о Союзе Суверенных Государств, так и соглашение, заключенное в Минске. Поскольку в соглашении предлагается иная форма государственности, что является компетенцией Союза Народных Депутатов СССР, необходимо созвать такой съезд. Кроме того, я бы не исключал и проведение всенародного референдума, плебисцита по этому вопросу. Как сообщили корреспонденту ТАСС, в Комитете Конституционного Надзора Союза СССР туда поступают многочисленные обращения с просьбой оценить с точки зрения конституционной законности ситуацию, сложившуюся в результате подписания в Беларуси соглашения об образовании Содружества Независимых Государств. В связи с этим 11 декабря решено созвать Комитет Конституционного Надзора для рассмотрения соответствующих вопросов в пределах его компетенции. А теперь дипломатическая хроника. Министр иностранных дел России Андрей Козырев принял послов ведущих стран Запада. Есть ли какая-нибудь реакция зарубежных государств на вчерашние документы? Реакция есть позитивная в том плане, что, как я понимаю, видят, что появилось нечто реальное. Не просто уговоры, разговоры и так далее. Во-вторых, видят, что мы не даем себя запугать до смерти. Мы уже, по-моему, последнее время, особенно последние дни, сами себя просто до смерти запугали. И развал, и дезинтеграция, и чуть ли не делешь ядерного оружия и так далее. Наконец-то они получили внятный документ, причем документ, который уже подписан, уже согласован. Это не то, что когда-то, где-то кем-то будет согласовываться, бесконечные пересогласования и так далее. А это уже документ, в котором есть ответы на все эти вопросы. Открытые границы, права человека, экономическое сотрудничество теснейшее, между прочим, даже теснее, чем в предыдущих документах, так называемых, союзных. И, наконец, единство ядерного и стратегического пространства. За тем, что происходит в нашей стране, сегодня напряженно срабатывается.